Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я подготовил для вас список из 10 лучших одиночных игр, которые обязательно стоит пройти каждому геймеру. Готовы узнать, какие игры попали в этот топ? Тогда давайте начнем. The Last of Us 2. Приключенческая игра, куда включены элементы выживания, хоррора и стелса. Сюжет игры стартует через 4 года после завершения оригинала. Джоэл и Элли все так же выживают в будущем, где мутирующий грибок уничтожил большую часть населения. Зараженные превращены в монстров, похожих на зомби. При этом остались и выжившие люди. Некоторые из них основали свои сообщества, где и обосновались наши главные герои. В этот раз главной героиней становится Элли, хоть и по ходу прохождения иногда можно будет играть и за других персонажей. Девушка уже повзрослела и стала жестким воином. И в отличие от более брутального Джоэла, она может действовать куда скритнее и ловчее. Все начинается с того, как девушка по имени Эбби, лидер выживших, нападает на Джоэла. Оказывается, она дочка одного из ученых, которого он убил в прошлой части. Она убивает его прямо на глазах у Элли, когда та ничего не смогла поделать. Убийцы скрываются, а девушка выживает. И она клянется отомстить за смерть своего друга, который стал ей почти отцом. Суть всей игры в том, чтобы преследовать Эбби по опасному миру, попутно попадая в разные ситуации, делая сложный и опасный выбор. Сюжет и подача истории полны жесткости и брутальности. Это покажет натуру людей в сложных ситуациях, когда они сами должны выживать. В целом геймплей остался примерно прежним, как и в прошлой части. Но есть ряд изменений, сделавшие его более разнообразным и реалистичным. Red Dead Redemption 2 Это довольно бешеный экшен с занимательными миссиями и элементами стрельбы. Вам предстоит отправиться в недавнее прошлое и окунуться в атмосферу дикого запада конца 19 века. Вы должны стать частью группы отчаянных людей, которые только что совершили масштабное ограбление. Теперь им приходится ускользать от преследующего их шерифа и постоянно менять свою позицию. Возьмите на себя роль отважного стрелка по имени Артур Морган, который отвечает за безопасность всего вашего отряда. Вы преодолеете множество препятствий и постараетесь выдержать суровые испытания, защищая и кормя свою команду. Вам придется выживать в менее чем идеальных условиях и спасаться от преследования правоохранительных органов. Вы будете обманывать местных жителей, воровать и придумывать другие способы получения ценных предметов и оружия. Вам будет предоставлена свобода свободно решать свою судьбу. Любое ваше действие будет иметь последствия, поэтому вам необходимо планировать все заранее. God of War это приключенческий ролевой экшен, где играть предстоит за Кратоса, могучего полубога. Когда-то он был настоящей грозой Олимпа, о его кровожадности и жестокости ходили легенды. От рук Кратоса пострадали многие обитатели мира богов и даже собственные родители. Но каждый способен измениться, так произошло и с нашим героем. Он встретил чудесную женщину, которую по-настоящему полюбил. С ней он решил начать совсем другую жизнь на земле. Она подарила Кратосу сына. И самое бы время начать жить мирной жизнью, забыв о прошлом. Но не тут-то было. Ведь в мире полно всякой нечисти, которая угрожает мирному сосуществованию планеты. Тролли, церберы, циклопы. И кто, если не Кратос, способен сразиться с ними? Могучий полубог лихо сражается со злом, рубя на кусочки отвратительных существ. Помогает ему в этом сын, ведь не зря отец учил его владеть оружием и драться с самых малых лет. Герой сможет прокачивать оружие, менять доспехи, использовать магию и многое-многое другое. Но сюжет этой игры выходит за рамки простого уничтожения врагов. Здесь предстоит собирать древние артефакты, решать разные задачи и головоломки. Также Кратос и его сын смогут перемещаться в различных измерениях и вселенных, спасая мир от этого нескончаемого зла. Horizon Zero Dawn – это захватывающий экшен о противостоянии между людьми и роботизированными коллегами. Они вынуждены бороться за возможность свободно выжить на перенаселенной планете. В игре представлена храбрая молодая девушка по имени Эллой. Она обладает уникальными знаниями и способна использовать древние технологии для защиты своего народа. Эллой обнаружила необычный артефакт, который позволяет ей управлять различными механизмами. Благодаря этому камню наша героиня может трансформировать свое механическое оружие, чтобы бросить вызов всем роботам и бороться за благополучие своего племени. Вам придется вести тотальную войну против неодушеленных существ, которые обрели сознание. Их искусственный интеллект достиг такого уровня развития, что превращает эти механизмы в опасные машины для убийства. Только Эллой с ее выдающимися способностями и умением обращаться с луком способна защитить себя от целой армии машин. Исследуйте окрестности вместе с своей героиней, уничтожайте роботов и собирайте информацию о далеком прошлом. Здесь спрятаны подсказки о том, как разрушить систему и дать человечеству шанс выжить в этой суровой реальности. Набирайтесь опыта и совершенствуйте свои навыки, чтобы сражаться с самыми сложными противниками. Открывайте новые места, исследуйте окружающее пространство и разгадывайте тайны, которые лежат на вашем пути. Вы должны быть бдительны, поскольку механические существа не подвержены человеческим слабостям и могут патрулировать территории круглосуточно. Собирайте оружие и артефакты, торгуйте с местными жителями и приобретайте необходимое снаряжение. Вас ждут увлекательные приключения в незнакомом мире со своим ландшафтом. Станьте настоящим мародером, уничтожьте всех врагов на своем пути, найдите источник 2 и освободите человечество от вечного гнета. Dark Souls 3. Хардкорный ролевой экшен от третьего лица. Его сюжет происходит в мрачном, умирающем фэнтезийном мире, навеянном средними веками. Игроков ждет мрачный сюжет, который подается в максимально навязчивой форме. В игре нет роликов и каких-то слишком разговорчивых персонажей, а кусочки истории подают иным образом, через окружающий мир. История лишь часть игры, а основная особенность ее заключается в сложном игровом процессе. В самом начале нужно выбрать один из нескольких классов, которые разнятся по многим характеристикам и оружию. От этого зависит сам стиль игры и того, как будет вестись бой. Игровой мир состоит из ряда локаций, по которым нужно следовать вперед с возможностью исследования территории вокруг. Мир частично открыт, есть возможность сохраняться на кострах, а также искать секреты и интересные места. Кругом можно встретить множество врагов, в лице разнообразных монстров и нежити. С ними можно расправляться с помощью холодного оружия и магии, а также луков и другого дальнобойного оружия. Основной акцент и главная сложность в сражениях с боссами. Их большое множество и все имеют свою тактику, а также могут ее произвольно менять в любые моменты боя. The Venture 3 Wild Hunt – это продолжение нашумевшей серии компьютерных игр. Сюжет здесь все так же будет разворачиваться в фэнтезийном мире. Главным игровым персонажем остается ведьмак Геральт, седовласый охотник на монстров, на чью долю выпало огромное количество приключений. На этот раз игрокам предстоит принять участие в военном конфликте, начавшемся из-за вторжения империи Нильфгард. Сюжет не делится на отдельные главы и разворачивается нелинейно, что делает игру еще более увлекательной. Разработчики добавили много новых персонажей, а также оставили героев, которые успели полюбиться фанатам серии. В зависимости от действий и решений игроков, в игре предусмотрено 36 финальных состояний мира. В отличие от предыдущих частей, в этой игре реализовано большое количество доработок и совершенно новых элементов. Так, например, настоящие объемные модели облаков и динамическая смена погоды никого не оставят равнодушным и позволят с головой погрузиться во все происходящее на экране. Uncharted 4 FF's End – приключенческий экшен, в котором главные персонажи ищут сокровища пирата Генри Эвери. Пират получил это богатство после захвата корабля Ганг и Савай, а поиски героев постепенно привели их в Либерталию – это заброшенные руины древней пиратской колонии. Данная часть обладает множеством флешбеков, повествует о взаимоотношении между персонажами, а также рассказывает о событиях, где участвовал Нейтан Дрейк. Геймплей происходит от третьего лица и вмещает элементы трехмерного платформера. Большую часть прохождения вы будете контролировать Нейтана Дрейкона, а в пятом эпизоде возьмете управление над Сэмом и Кейси. На уровнях предстоит прыгать по зданиям, цепляться за выступы, раскручиваться на веревках и выполнять другие элементы паркура. Все это для того, чтобы преодолевать препятствия, быстрее перемещаться и неожиданно подать на врага снизу или сверху. По мере прохождения понадобится ввести дневник Дрейка, где содержатся найденные записки и имеются подсказки к решению многочисленных задач. Инвентарь у героев ограничен. Вы сможете нести один автомат, винтовку, пистолет и холодное оружие. Пушки можно менять, подбирая их у погибших врагов, либо находя на локациях. Осталась и механика стелса. Благодаря ей можно бесшумно убивать врагов и целые отряды, чтобы они вас не замечали. Впрочем, вы можете проходить уровни, убивая всех соперников с дальнего расстояния при помощи снайперки. Идти на пролом со штурмовой винтовкой, либо карабкаться по зданиям, убивая соперников в спину и производить меньше шума. Bloodborne – это сложная и атмосферная экшен-рпг, действие которой происходит в гаотическом городе Игорнам, вдохновленном викторианской эпохой, где игроки берут на себя роль охотника, которому предстоит раскрыть секреты города и положить конец растущей чуме чудовищ. Геймплей стремительный и напряженный, с упором на стратегический бой и уклонение. Игрокам доступно множество видов оружия, включая верный писак и чудовищный киркхаммер, каждый из которых имеет свои уникальные приемы и комбо. Геймеры также имеют доступ к разнообразному огнестрельному оружию, которое можно использовать, чтобы ошеломить и остановить врагов. По мере прохождения сюжета, игроки будут сталкиваться с различными ужасающими боссами, каждый из которых обладает своей уникальной механикой и атаками. Победа над этими боссами – ключ к открытию новых областей и продвижения по сюжету. Атмосфера мрачная и жуткая, с сильным чувством ужаса и опасности, таящаяся за каждым углом. В игре есть режим «Новая игра плюс», который позволит игрокам начать новое прохождение с имеющимся персонажем и снаряжением, но с повышенной сложностью и новыми испытаниями. Ghost of Tsushima – видеоигра в жанре экшн-стелса от третьего лица с открытым миром. Действие происходит в 1274 году на острове Tsushima в Японии. Дзин Сакай – главный герой, который выступает против первого монгольского нашествия на территорию Японии. Tsushima была полностью захвачена и разграблена Золотой Ордой. Воин готов в одиночку дать отпор завоевателям, чтобы отомстить за поруганную честь родной земли. Он чтит самурайские традиции и использует нетрадиционные методы борьбы. Ему противостоит монгольское войско под командованием хитрого, здравомыслящего и беспощадного Хатунхана. Система прогрессирования включает в себя изучение различных боевых приемов, таких как тактика самурая, а также тактика скрытности и позиции, чтобы помочь джину сражаться с самыми разными врагами. Основная сюжетная линия разведляется на множество побочных квестов, которые можно выбрать для получения дополнительных навыков, брони, оружия и опыта. Предусмотрена динамичная смена погоды и времени суток, а также несколько настроек сложностей, которые можно регулировать практически в любое время на протяжении всей игры. Shadow of the Colossus Это приключенческая игра, действие которой происходит в огромной изолированной стране под названием Запретные Земли. Главный герой, Вандер, отправляется в эти земли с целью оживить таинственную девушку по имени Мона, победив при этом 16 колосов, массивных существ, которые бродят по земле. Геймплей вращается вокруг путешествия по открытому миру верхом на лошади и поиска колосов, которые являются единственными врагами в игре. Каждый колос уникален и требует различных стратегий для победы. Найдя колоса, игрок должен взобраться на него и найти его слабые места, чтобы его победить. У Вандера есть меч, который светится, когда направлен на колоса, а также лук и стрелы для дальних атак. У него также есть запас выносливости, который уменьшается при подъеме и беге и может быть восполнен поеданием фруктов. В игре нет традиционной системы повышения уровня, но Вандер может получать здоровье, побеждая колосов и увеличивать его количество, находя и молясь у скрытых святынь. Сюжет игры минималистичен и загадочен, оставляя многое на усмотрение игрока. Основное внимание в игре уделяется красоте мира, ощущениям масштаба и захватывающим сражениям. Игра известна своим эмоциональным воздействием, чувством вины и завершенности, которые возникают у игрока, когда ему приходится побеждать этих величных существ, чтобы спасти Мона. Надеюсь, что моя подборка одиночных игр вдохновила вас на новые приключения и поможет выбрать следующий хит для вашего прохождения. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok